Большинство сухих масел по уходу за волосами содержат силиконы. Более того, они не просто содержат силиконы, они являются их основой. Но хорошо ли это для волос в долгосрочной перспективе? И ответ вы знаете сами. С вами Елена на канале Косметическая Кухня Бьюр. Смотрите этот видео урок до конца и я покажу вам как буквально за пять минут приготовить натуральное сухое масло для волос с эмолентами, витаминами и фитостеролами. И пока я буду рассказывать нажимайте лайк этому видео уроку и подписывайтесь на канал, если вы еще не с нами. Я Кошечка и я расскажу вам как приготовить натуральное сухое масло для волос с эмолентами. Сейчас на моем столе вы видите набор компонентов, купить которые можно в интернет-магазине Бьюр с доставкой по Украине и в другие страны мира. Полный рецепт данного масла для волос вы можете найти в описании к данному видео уроку. А для приготовления масла мне понадобится очень маленький набор инвентаря, а именно чистый простерилизованный стаканчик, весы на котором я буду все взвешивать, а также ложечка, которую я буду все размешивать. Готовить я буду 10 миллилитров масла и на мою длину волос этого более чем достаточно для использования на протяжении нескольких месяцев. Для начала в чистый и обработанный спиртом стаканчик я наливаю 10 процентов или 1 грамм эмолента каприлик каприк триглицериды, а также по 10 процентов или по одному грамму масла брокколи и жожоба. Эти масла идеально подходят для приготовления несмываемого ухода за волосами, поскольку имеют уникальный жирно-кислотный состав. Также шикарным выбором для волос еще выступает масло крамбе. Скажите, а какие масла по уходу за волосами чаще всего используете вы? Следующим компонентом в рецепте будет витамин F в количестве 2 процента или 0,2 грамма, который предотвращает сечение кончиков волос, а также витамин Е в количестве 0,5 процентов или 0,05 граммов. Используется витамин Е в качестве антиоксиданта для стабилизации масляной смеси. Затем в данную смесь я хочу ввести 0,5 процента или 0,05 граммов эфирных масел. Я использую смесь илангеланга и лимона, но вы можете заменять эфирные масла на другие по вашему желанию. Затем в данную рецептуру я хочу ввести очень классный актив под названием Платосенс крамбисол в количестве 3 процента или 0,3 грамма, который представляет собой фитостеролы, горчицы и при нанесении на волосы способен восстанавливать их, придавать им яркость и эластичность, а также делать ваш волос плотнее. Яну очень рекомендую вам включать данный компонент в шампуни, кондиционеры, маски для волос, а также в несмываемые средства. Много рецептов шампуней вы можете найти в плейлисте на нашем канале, ссылка на который сейчас появится в углу экрана, а также вы найдете ее в описании к видео уроку. Мы практически закончили приготовление нашего сухого масла для волос и последний компонент, который я добавлю в рецептуру, это будет натуральный эко-сертифицированный растительный эмалин под названием Гасулин ИЛ и ввожу я его в количестве 65 процентов или это 6,5 граммов на 10 грамм готового средства. Именно он позволяет создавать сухие масла без использования силиконов, делая смеси легкими и быстро впитывающимися как для волос, так и для кожи. В основе Гасулин также получаются божественные масла для загара или просто уходовые сухие масла для тела. Встретить его вы можете в разной брендовой и далеко не дешевой косметике. Также в блоге магазина Бьюр мы писали статью, где рассказали о различных компонентах, которые могут служить натуральными аналогами силиконов в косметике для волос. Переходите по ссылочке в углу экрана, а также в описании к видео уроку. Теперь наша задача тщательно размешать эту смесь ложечкой и перелить ее в удобный флакончик для хранения. Мне удобнее всего использовать маленький флакончик с крышечкой флип-топом, ведь вам нужно буквально 1-2 капли масла для нанесения на волосы и флип-топ эти капельки очень удобно дозирует. Помните, если вы возьмете много масла, получите жирный эффект на волосах. И это не потому, что мы дали вам плохой рецепт, это потому, что вам нужно найти правильное количество масла именно для ваших волос и для вашей длины. Взяли каплю масла, растерли ее по ладоням и затем аккуратно нанесли на влажные волосы, отступая от корней. И это все секреты приготовления натурального сухого масла. На этом мой рецепт закончился. Обязательно нажимайте лайк данному видео уроку, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу рецепта и переходите смотреть другие видео от канала Косметическая Кухня Бьюр. До встречи через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok